По порядку все планеты По порядку все планеты По порядку все планеты По порядку все планеты Сатурн, Ура, Никтун. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о Солнце и планетах. Так вот, первая планета, Солнце, это не планета, а звезда. Оно не погаснет никогда, но оно не такое уж и большое, но ближайшая звезда к нему это Проксимус Центавра. Ее размер в два раза больше Солнца, но Проксимус это значит ближайшая. Другая звезда, очень далеко от нее находится Сириус, который тоже в два раза больше, чем это Солнце. Другая еще звезда, это Арктур, он больше Сириуса и Солнца. Он, ну он, да, больше Сириуса и Солнца. Ну вот потом идет Бетельгейза, она в 200 тысяч миллионов раз больше, чем наше Солнце. Есть еще и такая вот звезда Антарис, она в 2000 миллиардов, миллионов раз больше, чем это Солнце. Вот и еще есть вот планета Меркурий, это ближайшая первая планета к Солнцу. Спутников ноль, жителей ноль, правда днем на нем очень жарко, ночью очень холодно. Вторая планета, Венера, она очень горячая, ну вот и красная, потому что. И она, ой, ну она не так близко находится к Меркурию, потому что Меркурий первая планета отсутствует, а Венера вторая. Ну на ней, ну на ней тоже днем жарко, а ночью холодно, вот, и еще там, еще там все будут чувствовать, вот, как в глубинах океана, еще там, еще там нечем дышать, вот, и еще и дожди, и серные кислоты. Ну и что ж теперь? У всех есть свои недостатки и изюминка. И наша планета третья от Солнца, Земля. Мы очень много жителей, есть леса, поля, реки, океаны, горы и моря. Океаны, она очень хорошая и очень красивая. Вот, а если соединить все острова на ней, вот, то ученые предпочитают, что там был древний остров Пангея, но через много-много миллиардов лет он разбился на много континентов. А Атлантический океан называли потому, что там был древнейший остров Атлантида, но он через много-много лет погрузился на дно Атлантического океана. Вот почему и называется. Правда, это только легенда. Ученые пока эту Атлантиду еще не могут найти. Ну, не суть. Марс, четвертая планета от Солнца. Он хоть красный конфинир, но не такой уж и красный. Но всем кажется, что ему стало стыдно. Нет уж, ему никогда не бывает стыдно. Он не живой. К сожалению, он очень холодный. Он очень холодный. На нем очень много... Он там на минус 200-100 градусов Цельсия. Далеко от Солнца. Дальше, чем наша Земля. Еще там есть кольцо. Такое вот... Главное кольцо из астероидов. Вот, оно раскиданное между Марсом и Юпитером. Марс – каменная планета. Но еще на нем нет житья. Но чтобы на нем было житье, надо его насытить воздухом, построить фабрики и сделать воду. И еще ему нужно... Ему надо найти способ, чтобы он увеличился. Был размером, как наша Земля. Вот, и еще надо создать магнитное поле. Оно будет защищать от метеоритов и комет. Ну и пятая планета от Солнца. Юпитер. Как самая большая планета от Солнца. Он состоит не из камня, а из газов. Вот, и... Он очень непредсказуем. На нем очень опасно находиться. Зато он очень красивый, когда на нем наступает ночь. Он серый. Вот, и еще на нем на северном и южном полюсе вот Сиания. Оно называется Сиания Юпитера. Еще тут стоит ураган, который не прекращается никогда. Он красный. И еще он очень-очень красивый для женщин на 8 марта. Но на день космонавтики нет. И моя любимая планета Сатурн. Шестая планета от Солнца. Находится... Находится... Шестая планета от Солнца. Очень холодно. Самая опасная планета в нашей Солнечной системе. Там всегда бьют метеоритные алмазные дожди, которые ударят... Вот, мокрого места прям не останется. Он даже опаснее, чем Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Уран и Нептун. Заметили? У него есть кольцо, так же, как и у Юпитера. У Юпитера оно очень маленькое. Такое маленькое, что его почти и не заметить. А оно состоит из газов. А это вот тоже газовый гигант. И они находятся все далеко от Солнца. Если газовая планета будет вот очень близко находиться к Солнцу, она взорвется! Ну, они... Хорошо, что они находятся далеко от него. Вот. И еще Сатурн... Моя любимая планета. Еще вот. Пожалуйста. Уран. Уран. Он катится, как на бачке. Ну, он и правда катится на бачке. Его никак не остановить, не предотвратить. Он тоже из газов. На нем нельзя ходить. Невозможно просто, как и на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Он... У него тоже есть кольцо и много разных спутников. У Юпитера тоже много. Вот. У Сатурна много. У Юпитера очень много. Больше, чем у нас всех. Во Вселенной. Больше всех в Солнечной системе. У Сатурна чуть поменьше, у Урана меньше, и у Нептуна меньше. Ясно, что чем дальше газовый гигант от Солнца, тем меньше у него спутников. Так вот. Про Уран мы говорили. Теперь к самой холодной планете подойдем. Нептун. Он тоже из газов состоит. Но от него есть еще самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Плутон. Но кто не видит его, выйдет его лучше. Но его тут нет. Он слишком малюсенький. Так вот. На нем есть пятно даже. Вот это ураган, который не прекращается так, как и на Юпитере, и Сатурне. Вот тут ураган, видите? И тут. Вот на нем тоже есть ураган. Белое пятно. Но оно чуть-чуть незаметное. И если оно не заметили кто-то, пусть, пожалуйста, выйдите вон. А на сегодня я уже вам все рассказал.